Здравствуйте! Меня зовут Кузнецов Георгий Александрович. Проживаю в городе Казмодемянск, Республика Мариел. Решил обратиться через портал интернет о наболевшем, честно говоря. Наболевшем почему? Потому что действительно наш президент Медведев М.А. Путин что же говорят о коррупции, которая захлестнула все власти нашего руководства. Но я сам бывший сотрудник милиции. Ну, говорят, что бывших сотрудников не бывает, но тем не менее. Я работал с 1994 года в органах внутренних дел Корноморийского района. Начинался инспектор дорожно-патронной службы. Работал на контрольном посту милиции Руберж. И работал старшим госинспектором в административной практике. Госинспектором дорнодора, технодора. И, соответственно, исполнял обязанность начальника ГАИ. Да, были хорошие и плохие времена. Но, тем не менее, я хотел бы изложить более яркую сторону нашей жизни. Когда я работал старшим госинспектором отделения ГИБДД, в тот момент начальником ГАИ был Пронежкин Александр Анатольевич. Начали внедрять практику привлечения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по проверке технического состояния транспортных средств при государственном техническом осмотре. Как я вам сказал, что в тот момент был начальником ГИБДД Пронежкин Александр Анатольевич. С его слов на планерке, когда он ездил к коллегию Министерства МВД Республики Амриал, заявил, что как раз был уволен начальник ГИБДД УВД города Яшкар-Еропов из-за того, что он не смог привлечь никого, то есть юридических и индивидуальных предпринимателей на проведение государственного технического осмотра. Ну и это своеобразный метод устрашения, который подействовал на всех руководителях ГИБДД Республики. В тот момент правдами и неправдами начали привлекать юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на проведение государственного технического осмотра. В нашем районе, в Арнамарийском районе Республики, по нормативу, по нормативу, должны быть только два пункта технического осмотра. Но Пронежкин Александр Анатольевич и руководство управления ГИБДД привлекли индивидуальные предприниматели за пределами города. Он находится в районе примерно трех километров от города. Хотя, когда был государственным техническим инспектором, мной были проведены проверки пункта технического осмотра, которые они находятся, не соответствуют предъявляемой норме. То есть, геометрические размеры ворот, также здания, отсутствует сквозной проезд, высота, она не соответствует. То есть, не может привлекаться индивидуальный предприниматель к проведению гостехосмотра. Но, тем не менее, руководство управления ГИБДД, она допускает. Также, хотел бы обратить внимание, указание ГИБДД в свое время было. Это было в декабре в прошлом году. О том, гласит, чтобы исключить проведение государственного технического осмотра, пункта технического осмотра, где отсутствуют стационарные тормозные стенды. Ну, индивидуального предпринимателя Колымбаева его нет и не было. Но проведение гостехосмотра он продолжал. Несмотря на указания. Также, во время исполнения обязанностей старшего госинспектора в 2004-2005 годах Горде район начало набирать обороты в такой вид деятельности, как пассажирская перевозка маршрутного такси. Из-за того, что нормативно правового акта не было регулировано данный вид деятельности, происходили даже драки между водителями, владельцами данных маршрутных такси. Один из владельцев был пенсионер ОВД, а дочь пенсионерка работает ОВД. Сотрудники ДПС на нарушение данного пенсионера не обращали внимания, так как оказывалось психологическое давление от самого пенсионера и его дочки-милиционера. Ну, одним словом, сотрудники ДПС не хотели связываться. Выполняя обязанности старшего госинспектора, мне приходилось выступать и участвовать в коллегии и комиссии по безопасным должностям в городе и районе. Соответственно, когда я представлял интересы и выступал интересы людей, интересы граждан, участников должностей, у меня не было документального подтверждения нарушения водителей, индивидуальных предпринимателей и самих владельцев. Так как, повторяюсь, что сотрудники ДПС они не обращали на это внимания, боясь, что все равно будет на них давление оказываться. Мною совместно с работниками АТП в 2005 году были выездные проверки выездные проверки с фиксацией, видеофиксацией нарушения правил должностей. Привлекал у нас начальник ОТК Козырев Евгений Григорьевич и работники налоговой инспекции местной. Неоднократно я в 5 часов выезжал утром, в 8 часов я был на работе. Соответственно, я об этом не говорил руководству ОВД, то, что я выезжаю, дабы не было утечки информации. Но, соответственно, это руководитель данный пенсионер, ОВДовский пенсионер, он доложил о том, что я провожу видеосъемки наблюдения начальника милиции. Начальник милиции меня вызвал в кабинет и, соответственно, был разговор на каком основании и почему проводится видеозапись. Я ему сообщил, что действительно, вы меня кидаете как на амбразуру на комиссию безопасного разрешения, при этом не вооружившись никакими документальными подтверждениями нарушения. В связи с этим, я был вынужден прибегнуть к осуществлению видеосъемок нарушения для фиксации и для предоставления всем членам комиссии. Но в итоге, в ходе разговора, действительно, было... почувствовал начальник милиции, сказал, что очень даже меня удивило, он сказал, а тебе, говорит, больше всех надо слышать от начальника милиции. Это для меня было из ряда вон выходящее. Соответственно, я прекратил осуществлять видеосъемку. И в итоге, в итоге, в ходе проведения всех мероприятий, так как мне возлагались проведение гостехосмотра, Дорнадзор и Технадзор. И, как было 10-го, я до сих пор помню, 10 ноября 2005 году, в районе Красноволского сельсовета с участием маршрутного такси произошло дорожное транспортное происшествие с тяжкими последствиями. Погибло примерно 9 человек, остальные были ранены. Принадлежало, это опять же, принадлежало данной маршрутной такси данному владельцу, пенсионеру МВД. Я в тот момент уже был выведен за пределы штата ГИБДД, и при этом еще не взят был участковым полномочиям милиции. То есть, под давлением мне пришлось перевезти с ГАИ участковые полномочиями. В итоге, халатным отношением руководства МВД, ОВД местное, вот это дорожное транспортное происшествие могли бы избежать. Так как маршрутное такси, руководитель, предприниматель, у него, он предоставили, замглавы администрации предоставил маршрут, все маршруты, хотя у него было всего лишь одно транспортное средство, то есть, один автобус, на все маршруты, где-то около 20 маршрутов. При этом мы не проверили, как старшего госинспектора ГИБДД, наличие, количество транспортных средств, недоактивно, состояние транспортных средств, договор у предпринимательства, в тот момент отсутствовалось, автостанции, то есть, были халатные отношения, и осуществлялась перевозка на очень низком уровне. Ну, соответственно, об этом я начальнику милиции сказал, что при надлежащем обращении на это, которое я заявлял ему, могли бы избежать дорожных транспортных происшествий, вот данный случай, и последствия, тяжких последствий. Работая, опять же, работая в участковом полномочии милиции, был договор, осуществлен договор с индивидуальным предпринимателем Колумбаевым, договор по задержанию, хранению и задержанных транспортных средств с индивидуальным предпринимателем Колумбаевым. Работая в участковом полномочии, мною были заявлены начальнику милиции, неоднократно при том, что это осуществляется незаконно. Ну, а что он говорил, что ты, говорит, кто участковый, так работай в своем участке. Когда я еще работал в ГАИ, индивидуальный предприниматель Колумбаев мне заявлял в том, что он желает мне купить десятку, лишь бы я не поднимал никакие вопросы. Ну, это, конечно, я не делал. Я хочу обратить внимание у вас, что постановлением правительства Российской Федерации 18 декабря 2003 года под номером 759 вышло постановление об утверждении правил задержания транспортного средства, помещение его на стоянку, хранение, а также запрещение эксплуатации. В пункте 6 данного постановления озвучено. Плата за транспортировку и хранение задержанного транспортного средства взимается в размере установленным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Субъект, то есть должно постановление правительства Республики Мариел дублировать данное постановление Российской Федерации. Но его и не было. С 2003 года, прошу обратить внимание, с 2003 года, о котором я говорил, когда я был уволен по причине расхождения принципов работы с руководством и мной принципов работы милиции, я был вынужден уволиться с ВВД. Соответственно, ко мне обращались люди по защите их прав. Было неоднократное обращение в 2008 году. Яркое обращение было у меня Яковлева, Игоря Анатольевича. Мы обращались МВД. Мы обращались к Гарномарийской Межрайонной прокуратуры. Но по факту установления законности взымания платы индивидуальным предпринимателем Колумбаевым за эвакуацию хранения и выдачу задержанных транспортных средств. Гарномарийская Межрайонная прокуратура она опиралась только на решение судей. Сама не проводила проверку. Но первую 2 февраля марта 2009 года хочу обратить внимание мы обратились Рыжковым Александром Александровичем Гарномарийской Межрайонной прокуратуры 2 марта 2009 года и 1 апреля 2009 года появилось решение по данному заявлению. В данном решении помощник Гарномарийской Межрайонной прокурора Разяпов установил за транспортировку и хранение задержанных транспортных средств индивидуальным предпринимателям Колумбаевым занимается плата при этом однако отсутствует утвержденного в установленном порядке тарифы. Размер указанной платы определяется Колумбаевым самостоятельно на основе разработанного им прескуранта стоимость услуг по эвакуации. По информации Колумбаева вплоть до 5 марта 2009 года указанная плата взималась им в наличной форме причем деньги передавались ему непосредственно владельцами транспортных средств которым не выдавалось каких-либо подтверждающих документов о факте произведенной уплаты. Также здесь установлено между Колумбаевым и ОВД по Горномырскому округу город Казамоневанский и Горномырскому межрайонному муниципальному району был заключен договор о взаимодействии должностных лиц органов внутренних дел Российской Федерации с лицами ответственными за хранение транспортных средств на специализированной стоянке их выдачу по которым Колумбаев принял на себя обязательство осуществлять транспортировку задержанного транспортного средства на специализированную стоянку и его хранение с соблюдением необходимых требований по сохранности имущества. Также данным решения по заявлению установлено по результатам по результатам рассмотрения вашего обращения в прокуратуру Республики Мариел направлена информация об отсутствии единых тарифов для осуществления вида деятельности по эвакуации и хранению задержанных транспортных средств в целом Республики Мариел Хочу обратить внимание прежде постановления которое было постановлено правительство Российской Федерации от 2003 года мы получаем решение помощника прокурора от 2009 года о том что с 2003 года отсутствуют тарифы не един тариф по Республике Мариел судебные вопросы возникали соответственно по этому вопросу как раз мы с Лешковым ходили в суд обращались суд предоставил индивидуальный предприниматель выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от 29 апреля 2009 года под номером 752 данные выписки представлены индивидуальным предпринимателем индивидуальным предпринимателем Колумбаевым сведения о видах экономической деятельности которым платился налог данного вида деятельности нет вид деятельности по эвакуации хранения и выдачи задержанных транспортных средств соответственно налог с этого вида деятельности индивидуальным предпринимателем Колумбаевым не платился. Соответственно, далее, в стоп-газете всероссийской ежемесячной стоп-газете номер 8, ну это я говорю, 148 2009 года, во второй странице информации о награждении медалью за доблесть в службе начальника УГИБДД МВД РМЭ Казакова Виктора Алексеевича. Встает вопрос, если у нас в республике 14 районов и решение прокурора гласит о том, что до сих пор отсутствовал тариф, соответственно, тем самым признается незаконное взымание и осуществление вида деятельности по всей республике Мариел. А сотрудники милиции призваны защищать права граждан. Собственность частную и юридическую собственность. И получается, что за доблесть в службе за какие деяния, за какую работу, за то, что под чутким контролем взымали сотрудника милиции незаконно денежные средства. мною опять же обращалась в прокуратуру буквально от 12 августа 2009 года прошу обратить внимание 20 августа 2009 года пришло решение, подписанное заместителем межрайонного прокурора Горшковой. И здесь указано, что да, установлено, что между Колумбаевым и ОВД был заключен договор о взаимодействии должностных лиц ОВД с лицами ответственных за хранение транспортных средств на специализированной стоянке и выдущую, по которым Колумбаев принял на себя обязательство осуществлять транспортировку задержанных транспортных средств на специализированную стоянку и хранение соблюдения на неопоказуемые требования по сохранности имущества. Опять же, проведенной проверкой установлено, что указаны договоры о взаимодействии с индивидуальным предпринимателем были заключены с нарушением федерального закона от 26 июля 2006 года. В связи с этим были расторгнуты решения. Что касается взимания платы за перемещение транспортного средства при задержании платы за первые сутки хранения на специализированной стоянке индивидуальным предпринимателям, то по данному факту в адрес последнего 30 июня 2009 года межрайпрокурором было вынесено представление которое рассмотрено принято мера по устранению указанных нарушений. Но Коржкова не указала какие же меры приняты. Опять же, решение сообщает, что по заявлениям Корнилова, Шмакова, Губанова, а также вашему заявлению на действии индивидуального предпринимателя Колумбаева ОВД по Горномырскому району Унгарскому округу Орд Казмайск и Горномырскому муниципальному району была проведена проверка в порядке 144 УПК. В настоящее время материал находится на дополнительной проверке. Хочу обратить внимание о каких заявлениях идет речь. Заявление Корнилова Михаила Анатольевича 25 мая еще 2009 года было обращение в прокуратуру о том, что пропали, продал индивидуальный предприниматель задержанный мотоцикл его. Далее Шмаков Сергей Владимирович 26 мая 2009 года обратился в межрайонную прокуратуру, что индивидуальным предпринимателем Колумбаевым было продано его имущество, то есть мотоцикл, который задержали сотрудники милиции и до сих пор дополняем проекта. Губанов Александр Александрович обратился 30 июня 2009 года ОВД о том, что его транспортное следство незаконно задерживается, удерживается на его штрафстоянке. До сих пор от данных лиц и от сотрудников милиции никакой информации. Вот данное об этом говорится. Опять же, Горшкова изложила по фактам нарушений со стороны сотрудников ОВД по городскому округу город Казмодеменск при рассмотрении вышеуказанного заявления межрайпрокурором 11 августа 2009 года вынесено представление в адрес начальника ОВД по городскому округу постановка вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц. Встает вопрос о какой дисциплинарной ответственности идет речь, когда сотрудники милиции являются соучастниками преступления. Сотрудники при сотрудниках милиции Колумбаев заявлял суммы которые требуются заплатить ему за эвакуацию хранения и выдающие транспортных средств. Договор подписан начальником милиции. Приказ 144 МВД гласит при подписании любых договоров любых документов необходимо начальнику проверить законность. Соответственно начальник милиции знал или должен был знать о том что плата незаконно взымалась индивидуальным противопринимателем Колумбаевым. Но тем не менее договор был составлен. Соответственно они являются соучастниками преступления. При этом хочу обратить внимание что начальник УГАИ всем сотрудникам милиции мною были об этом устно в форме поговорено когда уходили начальники милиции оставались исполняющие обязанности опять же они знали допускали командир взвода ДПС это прекрасно знал замкомандира знали и инспектора ДПС которым напрямую действовал этот договор они знали и допускали был прецедент когда Яковлев Игорь Анатольевич в прошлом году обратился ко мне за защитой и выяснилось что сотрудники ГАИ несмотря ни на что на то что да приехал сотрудник приехал водитель приехал водитель с соответствующим категориям водительского удовлетворения и он был вписан в страховой полис но тем не менее вызвали эвакуатор и увезли здесь усматривается прямая заинтересованность сотрудников ДПС усматривалась так как договор уже прекращен о взымании платы задержания транспортных средств хотел бы обратить внимание 23 октября 2009 года зам прокурора Горшкова пришло сообщение что да действительно по факту неприменения контрольной кассовой машины при взимании платы наличными денежными средствами на специализированной стоянке села Кулакова по постановлению межрайп прокурора индивидуальный предприниматель 8 апреля 2009 года был привлечен к административной ответственности по статье 14.5 в виде штрафа в размере 3000 рублей и опять же здесь сказано что постановление об отказе возбуждения уголовного дела под заявлением Корнилова Шмакова Губанова а также вашему заявлению на действия индивидуального предпринимателя межрайп прокуратуры изучены признаны необоснованной и принадлежащими отменяем постановляющим направлением на дополнительную проверку со стороны Горноморийской межрайп прокуратуры в отношении меня четырежды хотели возбудить уголовное дело отправляли материал на дополнительную проверку с желанием чтобы в отношении меня были возбуждены уголовные дела чтобы было давление на меня оказано и чтобы я прекратил данную деятельность деятельность по защите лиц нуждающим в этом прокуратура сама отстранилась от выполнения своих функциональных обязанностей 18 ноября 2009 года Марийской правде вышла республиканская служба по тарифам приказ от 29 октября 2009 года под номером 17 и 18 о том что тарифы на услуги по хранению задержанных транспортных средств на пассажирское место за 1 час хранения без НДС указаны городской округ город Дешкар-За городской округ город Волжск Грандмарийский муниципальный район и город Казмодеменск Медведский муниципальный район Варангинский муниципальный район 5 районов но в республике у нас 14 районов и здесь тарифы разные вопрос у меня один почему непостановлением правительства республики Мариел утвержден и расценки разные территория у нас республики Мариел небольшая и какими критериями руководствовались при утверждении данных тарифов мною также были много обращений по этому факту хочу обратить внимание данный бегунок мое обращение начиная с глав города Казмодеменска района антикоррупционный комитет республики Мариел МВД МВД Российской Федерации Нургалевы Человек Закон Департамент отдела безопасного движения МВД МВД Российской Республики Мариел Гордомарийской Межрайонной прокуратуры Руководитель Следственного управления Следственного гипотета Прик прокуратуры Республики Мариел Прокурор Республики Мариел Генеральная прокуратура Российской Федерации Самые большие обращения Гордомарийской Межрайонной прокуратуры Обращения были также были вести дежурную часть Президенту Российской Федерации Федеральную службу безопасности И последняя Которую сегодня пришла информация Я обратился депутату Коммунистической партии Российской Федерации И было информационное письмо что от 12 ноября 2009 года под номером СВГ 5 дробь 401 было направлено мое заявление начальнику Следственного комитета при МВД Российской Федерации Соответственно бездействия этих должностных лиц только говорит о том что осуществляли они в прикрытии Если мы говорим что 3,5 тысячи за сутки индивидуальный предприниматель взимал за хранение эвакуацию и выдачу транспортных средств Арифметически простой подсчет 3,5 тысячи умножаем на судебном заседании он сказал что за сутки 10 и более транспортных средств задерживали сотрудники ГАИ и помещали его в штрафстоянку Получается 35 тысяч рублей за сутки имел Колумбов За месяц за 30 дней получается 960 тысяч рублей А в год 11 миллионов 520 тысяч рублей Как я говорил Федеральный Реестр по налогам Единого Государства Железа в выписке с налоговой Налог с визодейительности не взымался если тарифы не были утверждены Соответственно данные деньги они были взысканы незаконно То, что обращение мое обращение во все инстанции и при этом никакие действия не принимались только власть о том, что они были прямо заинтересованы взыманием вклады на республиканском уровне Опять же последнее письмо министру неоднократно обращался обращался министру Нургалееву От 30 сентября я говорил что обращался более пяти раз министру последнее 30 сентября 2009 года зам. начальника управления ОСБ написал Ваше обращение поступившее в департамент собственной безопасности МВД России рассмотрено и направлено для проверки МВД по республике Мариал откуда вам будет сообщено о результатах Ответ приходит Министр Хохорин от 19 октября 2009 года исходящий номер 8 дробь К черточка 17 Ваше заявление поступившего из департамента собственной безопасности МВД России на имя министра внутренних дел Нургалеева руководством МВД по Мариал рассмотрено отделом собственной безопасности МВД проведена служебная проверка в ходе которой сведения о нарушении законности со стороны сотрудников милиции МВД по Мариал объективного подтверждения не нашли и какое необходимо объективное подтверждение вот оно объективное подтверждение то что действительно прокурором не нами прокурором установлено что по результатам рассмотрения жалоб вплоть до до 2009 года не было утвержденного тарифа по осуществлению хранения задержанных стран процесс и выдачи также мною 16 апреля 2009 года была горячая линия я позвонил Казакову Виктору Алексеевичу и сообщил о том что 1 апреля 2009 года было решение помощником прокурора Газяповым о признании со стороны индивидуального предпринимателя Колумбаева нарушения установления взымания платы за транспортировку и хранение задержанных транспортов а также неприменение контрольно-кассовой машины при осуществлении наличных денежных расчетов если вплоть до 5 марта 2009 года контрольно-кассовая машина не применялась каким образом с 2003 года индивидуальный предприниматель Колумбаев осуществлял проведение государственного технического осмотра без кассового аппарата при этом взымал деньги о нарушениях со стороны индивидуального предпринимателя и со стороны сотрудников ГАИ мною по горячей линии было сообщено по телефону начальнику ГАИ управления ГИБДД Республики Мариал Казакова Виктору Алексеевичу о чем есть у меня аудиозапись данного разговора и это подтверждение о том что он был прекрасно осведомлен в завершение хотел бы обратиться ко всем да действительно не очень радужно представилась картина по следующему обращению хотелось бы обратиться тем что свои права надо защищать самим и не надо слепо верить должностным лицам которые используют служебные положения только в корыстных целях и надо обращаться и требовать не просить а требовать защиты своих прав